Ее будем писать, поскольку это Ван Гог, это в любом случае уже необычно. Взять белило, взять разбавитель маканием, взять коричневый, коричневый и розовый. Коричневый и розовый. И все, что ты видишь. Ты видишь, есть как бы коричнево-красный каркас между мазочками всюду. Между мазочками разноцветными есть этот коричнево-красный каркас. Возьмешь вот так и напачкаешь. Кряпочкой в виде фигушки напачкаешь весь холм. Подольешь немножко влаги, чтобы оно не так сопротивлялось. И напачкаешь, напачкаешь. Еще коричневый, еще розовый. Напачкаешь, напачкаешь. Вот такое дымчатое, когда краски немного, но покрыто вполне. Нашвыряешь, нашвыряешь, нашвыряешь. Для того, чтобы в эту среду вкусненько укладывалось. То есть ты будешь дальше брать. Так, ультрамарин сейчас. Вкусненько укладывался сиреневатый и другие цветики густо. То есть ты создашь вот эту коричневую мглу, для того, чтобы потом мазочки, лежачий к колстю кистью, вот такими мозаичками входили. Будешь дополнять все время. И вот у тебя практически то, что ты видишь, не получишь. Но у тебя будет каркас этот, темный. Ты видишь его, да? Прикольно? А пока... Сделать мутное и малое количество краски, да? Ты видишь, количество краски только пачкающие. Не такое, да? А вот такое пачкающие. Еще раз подливаешь. Дополняешь. Можешь даже немножко синьки подложить в качестве фиолетовизны. Вот такой фиолетовизны. Тоже можешь где-то ее подзадействовать. Коричневый красный и немножко синий красный. Затереть все. Давай. Ты возьмешь чуть темнее. И вот темный каркас картины, вот здесь вот, очевидно темные, да? Темные места. Тоже чуть-чуть припорошишь темнотой. Вот они, темные места. Вот он у нас, кушинчик. Все это при пороши, что уже темнотой. Все, что является вот этим каркасом темным. Даже вот на краях там чуть-чуть мигает. Хорошо? Накидай. И после этого сначала наполнишь вот именно этим мазочечком. Поскольку он очень много в становом пятне занимает места, лежачий к холсту кистью много-много создашь мазочком. Причем в стайках зигзаг укладки. То есть, ты видишь, я не шахматно раздаю, не так категорически. Раздаю зигзагом и стайкой. Вот она, вот она, вот она. И так потихоньку оно будет наполняться. Розовый заполняешь, чтобы он чуть-чуть богаче был. Цветечек. Фиолетовина. Вот такой брикетик. Брикетик. И укладочка-укладочка ритмичная. Вот такая, да? В горизонтальном направлении. Вот она. Много-много-много мазочков. И ни в коем случае не в шахматном порядке. Толкутся между собой. Толкутся. Хорошо? Давай. Нормально. Да, смотри, ты взяла не из той оперы. Ты взяла вот тот, а стоило взять вот этот. Он синий, а ты взяла голубой. Плюс розовый, получился нужный цветик. Только разберем. Давай дальше. Желтый с розовым. Таких вещей не боимся. Желтый с розовым. В пользу желтого, в пользу розового в разных местах. Густая красочка. Он любил густую красочку. Поэтому вот такие густотики. Коричневый к этой кампании. Будет тухловатый цвет. Накидаешь, накидаешь. Желтый, когда будешь укладывать, сначала возьмешь желтый с розовым. Вот эти цветки в центре. Сначала желтый с розовым в пользу желтого. Накидаешь, накидаешь. А потом уже эти цветки порубишь на мазочки. Сначала забьешь нижний слой густой краской. А потом расчленишь на мазочки. У тебя появятся сразу... То есть они так удобнее уложатся. Удобнее уложатся. Логично, да? Потому что если ты будешь только шторябать вот так, то у тебя будет подмешиваться нижний слой. У тебя будет подмешиваться, подмешиваться. А так ты ему сразу не даешь подмешиваться. Нечто подобное произойдет и в таких местах. Голубой-коричневый. В таких местах уложишь плотно и густо. Плотно и густо. Уложишь. И внутри этого совершишь раскладку на мазочки. То есть на вот этой плотности краски появятся мазочки. Прикольно? Ну и то же самое потом на касаниях деликатно создать. Практически два мазочка вытерла. Два мазочка вытерла. Хорошо? Нет, хорошо. Вот здесь ты не приметила вот этих ребят. С темным, с этим светом как-то не сложно. Коричневый, голубой. Какой грязноватый. Не хотелось. Надо, надо. Он здесь создает каркас. Каркасик создает. Вот он. Периодически вытираешь, чтобы оставалась темность. Чтобы она все-таки с темным приходила. Вот этот каркасик нужен. Нужен, нужен, нужен поносовать. Поносовать, где он там есть. Поносовать. Слишком кудряво. Там меньше кудрявости. Не разжижай. Вообще не разжижай больше. Ван Гог очень густо работает. Поэтому насыщение густотой краски будет в пользу ван Гоговщины. Здесь, наверное, у нас будет продолжение вот этого пятна. Нет там такого простецкого круга. Там вообще о круге не идет речь. Это очень часто неопытные художники. При виде листика рисуют круг. При виде цветочка рисуют круг. А там не круг. Вообще. Там зигзагина. Отчертить этот зигзаг. То есть, ты видишь, чтобы отчертить, я сбрил краску. Потому что иначе она будет лезть на кисть. Так она готова. И смотри, даже вырезанная зигзагина. А, за счет. Смотри, аж вырезанная. А вырезанность в живописи, как ни странно, очень красиво смотрится. Вот такое. А с белым все правильно из белого? Нет. Вот такая вырезанность, которая чуть-чуть дополнена заслоненностью. Чуть-чуть дополнена заслоненность. Часть вырезана, часть заслонена. Появляются красивые. Согласны? То есть, богатая, эмоционально богатая укладка. То есть, не просто тупо наквеца на краски, как здесь. Здесь. Возьмем этот наш цвет, который там в подкладке. Положим целым островом. А теперь чистой кистью. Сейчас. Чистим кистью. Какая-нибудь, как пупыль не бачка. И раздашь сюда густые, крупные, плотные лепестойники. Не в то, а вот на синьку. Тогда они будут дружны. Здесь вот эта рябушка. Нашвыряешь рябу. Вот такое. Пёрышное состояние укладки. Пёрышное. Вот такое. Рыхлое. Без всякого разжижения. Вообще разжижением не занимайся. Вот такое. Рыхлятина. Где-то это рыхлятина и сюда проникает. Где-то там белые звучики. Они как бы в кашу синего вписываются, становятся мелкими цветочечками. Становятся? Да. То есть, сами по себе белый бы не прозвучал, а вписываясь в это, звучит. Плюс какие-то зеленотики. Вот они, вот они. Вот. Ходя про что-то. Так. Хорошо. Ну и плюс там ещё какие-то тёмненькости. Ещё и тёмненькости вот такие. Вот они. Ой, какие хорошенькие. Смотри. Ходяки. Ходяков. Ходяки. На самом деле, вот манера письма Ван Гога могла бы выручить очень многих новичков, потому что манера письма выгодная. Не надо уметь рисовать, надо уметь рябить. То есть, понятно, что рябь – это тоже феномен рисунка. Ну, всё-таки, вместо идеально точного рисунка создаётся вот эта рябь, которая звучит лучше, чем идеально точный рисунок. Здесь отчикивать тоже вырезательно поотчикивать силуэт букета. Причём и здесь тоже он отчикивается аж до самого края. Достаточно смуглый синий, да? Отчикаешь. Здесь мазочки по вот этой траектории, по вот этой. И более крупные. Относительно к этой линии. И по вот этой траектории. Вот этой. Более крупные мазочки. Ну, жёлтую себе надавишь вдоволь. Тоже густота. Везде, где есть возможность подсунуть густоту, безопасно, Ван Гог кладёт в полную меру. Прямо не жалеет. Смотри. Появляется материализация пятна. Такая становится живая фактура. Правда? Да. Давай так. Вольно. Да? Да. У меня форма. Я считаю, что если вообще хочется, рука чешется, и есть возможность порисовать, то не рисовать нет смысла. Ой, как здорово. Не обязательно же гоняться за мастерами великими. Но само по себе рисование, оно нахально так радует, как будто бы... Когда он ещё чуть-чуть получается. Как будто... Ну, есть у многих соревновательное настроение, но если не пользоваться соревновательным, а просто хочется изображать, то можно, конечно, получать наслаждение долго и нудно. И в отличие от профессиональных художников, которым всё-таки предстоит борьба за место под солнцем, у вас же нет этой проблемы. Жили себе без живописи, ещё можете жить. А с живописью можно вообще сладко, как теперь, если она появляется в жизни. И главное, что... Да, всё, всё получается. И у тебя. Так что пиши себе на здоровье. И главное, в отличие от других искусств, когда мы можем мешать другим людям своим искусством, то здесь не нравится – не смотри. Нравится – смотри. Мы честненько калякаем себе, пачкаем холстики, а там, глядишь, кто-то полюбил наше каляканье. Вообще здорово это становится. Смугло там чуть-чуть, смугло, да? Вот такие, вот они, вот они, вот они. Здесь я попробую. Бегут, бегут, смотри, вот они бегут. Есть у них свой этот... Стайка. Укладываем толкучесть. Укладываем толкучесть. Вот они, бегут, бегут. Чуть-чуть края, дотрогай. Это уже очень много недотроганного. Дотрогай чуть-чуть. Ладно? Вот так. Побей, побей. Здесь вот такое движение. Все-таки понаблюдай это движение. Сильно, сильно остро вниз. Больше лежит, больше лежит. Кувшин тоже доупаковать цветом. Поставить эти белые бликующие. То есть, направление здесь немножко потеряло. То есть, все-таки лежачая плоскость. Особенно вот в этих вангоговских проявлениях живописи. Да ж вообще, да ж... И рисовать толком не надо уметь. Ходи себе вот эти мазочки раздавай. И получаю наслаждение. Оно же немножко, как бы, декоративно. Ну, здорово. Наврухало. Нет, здесь только этого растительности. Нет, это такая гордая, что мастихину в руках подержала. Мне показалось, как это закроет. Смотри, прямо лепестки, да? Густой краской, прямо аж лепестки. То есть, я стараюсь упаковать краску в лепесток. Стараюсь красочку аж лепестком упаковать. Лежачей кистью. Лежачей. Смотри. Лежачая кисть умеет укладывать. Не так она бороздит, а, скорее, просто укладывает, укладывает. Смотри, там несколько точечек. То есть, она более мохнатая, более пушистая. Там красноты по краям. Есть? Смотри. Смотри. Теперь-то я вижу. Смотри, какой он сразу напряженный, как он вышел сюда. Здесь темнотик, зашел сюда, да? Хочет в кувшин, внутрь кувшин. Здесь синька. Что-то ты здесь не доиграла. Вот эти, помнишь, я делал рваные, а потом белые. Давай так. Смотри, такая пляска лежачей, абсолютно лежачей кистью. Похоже, что ты не лежачей делала, поэтому не такой характер укладочки. Вон, смотри, какая бахромистость. В том числе и белый. И абсолютно лежит к холсту. И появляется вот такой перышный мазочечек. Да, перышный? Я же тоже хочу. Продолжение следует. Смотри, что ли, сфотографируем? Что? Что. Вместо только крестовины, да? Чуть закругленный характер. Чуть закругленный. Согласны? Вот этот вот мой. Не очень. Вот этот верхний. Батрос. Вот такое баловство. Вот здесь пожалела желтый. Я сначала желтый, потом думала, надо коричневый, потом ставь коричневый, потом думала, надо синий. Вот здесь действительно просвечивает. Вот так вот. Вот так вот. Нет. Здесь немножко нет. Паланты. Прямо реально про свечи. Красивее. А можно? Молодец. Спасибо большое. Все, мы можем, да? Да, да. Спасибо. 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 Спасибо.